Сегодня в стране явный дефицит лекарственных препаратов. Всероссийский союз пациентов уже обратился к президенту и правительству по данной проблеме. Чтобы также подключиться к решению этого вопроса, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов провел онлайн-встречу с представителями, которые защищают права пациентов. Необходимо принять федеральный закон о лекарственном обеспечении. Мы хотим сделать для жизненно необходимых лекарств, не для всех лекарств, а вот именно когда по показаниям, что без этого лекарства человек просто может умереть и он должен поддерживать постоянно. Так вот, если он тратит более 10% своих доходов на лекарства, то государство обязано компенсировать. Эксперты поддержали парламентария, а также решили продолжить совместные консультации и обмен идеями для работы над законопроектами по лекарственному обеспечению граждан. Рост цен на топливо в связи с подорожанием нефти стал темой онлайн-встречи Сергея Миронова с руководством Независимого топливного союза. Высокая налоговая нагрузка, жесткое разделение между розничным и оптовым сегментами обрекают ценообразование на постоянное повышение. Когда складываются условия, которые подразумевают возможность снижения цен, этого не происходит. В течение того, что завтра случится ситуация, когда оптовая цена станет больше, чем розничная, и адекватно пропорционально задвинуть розничную цену вверх, никто не так. Вот поэтому мы живем в условиях постоянного роста. Политик предложил продолжить обмен идеями в рамках работы над законодательными инициативами, регулирующими топливную отрасль в интересах потребителя и отечественной экономики. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов провел личную встречу с народной артисткой Российской Федерации Александрой Захаровой. Политик рассказал о своем знакомстве с театром, о спектаклях, которые, по его мнению, стали знаковыми событиями культурной жизни. Они также обсудили проблемы линкома, связанные с пандемией. Но, несмотря на ограничения, театр продолжает работу и пробует новые форматы взаимодействия со зрителем.